Впервые опухоль Светлана обнаружила самостоятельно. Принимая душ, почувствовала уплотнение размером с фасолину. Обратилась к врачу, взяли анализ и оказалось, что злокачественная. В 2014 году в мае сделали операцию. Людмила Крахмалева – рентгенолог с 40-летним стажем. Говорит, если раньше в группе риска были женщины после 60-ти, теперь рак молочной железы встречается и у 20-летних. У девушек заболевание носит более агрессивный характер. Чаще онкологию груди выявляют и у беременных. Но своевременная диагностика может сохранить жизнь и матери, и ребенку. Обязательно надо таких женщин делать им маммографию, несмотря на то, что они беременны или несмотря на то, что они кормят. Специально есть методики, есть защита. Поэтому этим женщинам возможно делать снимки, возможно увидеть эту опухоль, возможно приступить вовремя к лечению. В Украине каждый год рак молочной железы выявляют более чем у 16 тысяч женщин. 60% узнают о своем диагнозе на поздних стадиях. Поэтому, говорят онкологи, из 100 украинок после операции и лечения выживает 60, в то время как в Европе 85. С 2008 года в Украине заболеваемость на рак грудной железы увеличилась на 20%. При этом смертность от этой патологии увеличилась на 14%. В первую очередь надо заметить, что в тот момент, на какой стадии заболевания выявляется опухоль у женщины, от этого зависит и эффективность лечения, и соответственно результаты этого лечения. Благодаря информационным компаниям, говорят специалисты, женщины начали чаще обращаться к маммологам. Этому также способствуют мобильные консультации, выезжающие в отдаленное село. Скриннинг ежегодно проходит тысячи украинок. Инесса Знанина, Игорь Крокодым, ЮЭй ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова